Неисповедимы пути Господни В миру звали ее Предслава, правнучка святого равноапостольного князя Владимира. Она была умна и мудра не по годам. Узнав, что родители желают обручить ее с одним из князей, она втайне покинула отчий дом и пришла в монастырь. Было ей тогда всего 12 лет, но никакие страхи, гнев отца не могли отвратить ее от избранного жизненного пути. И увидев в девочке глубокий разум, молитвенную настроенность, егуменья Романа, тетя Предславы, благословила ее на постриг. Строгая монастырская жизнь не казалась Ефросинией тяжелой. Она желала еще более и более свершать духовные подвиги. И тогда она удалилась в затвор, где все время проводила в молитве, бдении и переписывании духовных книг, насыщая свой и без того острый ум мудростью святых отцов. Когда молодая монахиня укрепила свою силу духовную, к ней явился ангел, указавший ей место, где она должна будет основать новую обитель. Ибо Господь желает через нее на семь месте многих наставить на путь истинный. И основала Ефросиния обитель в местечке под названием Сельцо Спасо-Преображенский монастырь, где обучала девушек любимому своему занятию, переписыванию книг, а также пению, шитью и другим полезным ремеслам. Для многих она стала духовной матерью, неся им свой духовный опыт и свет одухотворенного молитвой знания. В силу слова своего и мудрости преподобная Ефросиния направляла не только на устроение мира в душах монахинь, но и для устроения мира во всех русских землях. Ведь в суровые времена раздробленности Руси она благодатным словом наставления мирила многих князей, бояр, да и простых людей. На склоне лет преподобная Ефросиния осуществила свою мечту, отправившись на поклон святым местам. И там, в Иерусалиме, на святой земле, она мирно отошла к Господу. Пятое июня. День памяти преподобной Ефросинии, игумени Полоцкой.